Приветик всем, девчонки и мальчишки! Всем поцелуйчики и бумажки от Леночки и Мадаваночки! Думаю, вам немножко покажется странным сегодняшнее видео, но я его снимаю в надежде, в надежде, в надежде, в большой надежде, что вы его увидите. И если вы сегодня его увидите, то... Аллилуйя! Леночка очень переживает. Я сейчас снимаю его в марте. Сейчас март, конец марта. У Леночки такая новость. Я беременна! Вы знаете, меня берет и страх, и счастье, и у меня такие эмоции. Я даже не знаю, вообще, с чего начать. Начнем с того, что мне очень страшно. Мне очень, 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 очень страшно. Очень страшно. Я, в принципе, знаете, такой человек, который не очень верю в какую-то хрень, там, взглазы или не знаю что. Но мне страшно. Просто, понимаете, я была уже беременна. Я была беременна три года назад перед нашей свадьбой. Я потеряла срок, где там я был, почти 12 недель. Считайте, уже почти три месяца. И просто у меня страх. У меня такой страх. Я не хочу, вообще, ничего никому говорить. Ох, меня берет страх. Я как вспоминаю то время. В общем, не надо думать. Надо думать только о хорошем, позитивненько. Ну просто, я как вспоминаю то время, меня берет страх. Меня очень сильно берет страх. Ладненько. Будем только думать о хорошем, о позитивном. Яночка хочет поделиться с вами своими эмоциями, своими переживаниями. И очень-очень надеюсь, чтобы увидеть это видео. Очень-очень надеюсь, очень надеюсь. Начнем с того, что я сегодня позвонила моей маме. Я не хотела никому говорить. Я не хотела никому звонить. Я не хочу звонить маме. Не хочу я не расстраивать. Я ее помню. Бедненькая, как она плакала вместе со мной. Не могла ничем мне помочь. Ну я не могла не позвонить маме. Я реально, я сейчас чувствую себя, я говорю, у меня сейчас меня переполняет и счастье, ну и страх. Но все равно, я думаю, позвоню маме. Пусть мама хотела помолиться за меня, и все было хорошо. Позвонила я сегодня маме утром. Сказала я маме, что мам, я в билет. И, кстати, спустя три года я никак не могла забеременеть. После двух я потеряла, мне делали чистку. Строг был уже большой. Я так переживала, что не смогу больше забеременеть. Сколько я, блин, сколько я прошла лечения. Сколько всего. Блин, меня пичкали уколы и таблетки. Не могла понять, почему не могу забеременеть. Ну вот, слава богу. Слава богу, дай бог, что все было хорошо. И с моей маме я говорю, мам, ты не переживай. Мама, я сначала говорю, мам, хочу сказать тебе секрет. Мне жду к нему и того, кто... Она такая, шо, шо, шо случалось, шо такое? Я говорю, мам, я беременна, так переживаю. Никому не хочу ничего говорить. И она говорит, что Леночка, не бойся, я буду болеться в голову. Так что, дай бы уже все было хорошо. Амор мой тоже такой, знаете, такой рожачный мой муж. Блин, у меня эмоции выношу беременную. Я то грустная, а то плачу. Вообще столько эмоций, это как-то гормоны. Муж был такой рожачный. Знаете, я такой довольный, что я беременна. Но он тоже переживает, считайте, в то время, когда я потеряла... Такое тяжелое было время, даже не хочу вспоминать. Я дурнула просто. И он, знаете, как будто он меня осознает, что я беременна. Он все ждет, чтобы прошел за первый триместр. Уже сходить на УЗИ и посмотреть, что все хорошо, что беременность хорошая. И такой рожачный вообще, рожачный мой муж. Расскажу вам вообще, как что у меня произошло и как что. Я спалила, что я беременна. Во-первых, короче, менструация у меня должна была начаться 17 марта. И вот ночью, как бы 17 марта ночью, да, я сплю, короче, и мне приснился папа мой. Папа мой покойный. И я всю ночь плакала, потому что у меня все время, когда снится мой папа, я все время всю ночь плачу. У меня все время снится, что я хочу вернуть его к жизни. Знаете, ну, плачу, потому что, типа, время уже прошло, сколько лет, когда он умер. Типа, что он вернется с жизни, но останется очень мало времени ему, знаете, и вот опять умрет. Я всю ночь плакала постоянно. Короче, у меня часто такие сны, я постоянно плачула, но у меня все время на второй день ждет что-то хорошее. У меня все время хороший, отличный день потом. И я утром просыпаюсь вся в слезах, вспоминаю, что у меня снится папа. И я, короче, думаю, типа, что это меня ждет сегодня, такой хороший день. У меня был один тест еще с Молдавии. Обычный, самый дешевый, там, тест за 5 лей. Я, как бы, осознаю, что, блин, тест, крис задержки, один день, считайте, 17-го, у меня должна была начаться менструация. И вот это воскресенье 18-го утром, оно у меня не началось. Это нереально, чтобы тест показал, потому что тот простой, тем более задержка в один день, я не показываю. Ну, я такая думаю, иду я, короче, мало ли сейчас случаются чудеса. Надо верить в чудеса. Ой, что переживаю, и живот болит. Так, спокойно, Леночка. Нам переживание ни к чему. Иду я, короче, утром делаю тест, ребятки. И вы не поверите, у меня было две полоски. Просто одна хорошо была видна, а вторая такая, знаете, еле-еле-еле. У меня даже фотка есть, сейчас покажу. Не знаю, если будет видно. Короче, одна полоска конкретная, а вторая вот слабенькая, еле-еле-еле-еле. Мне кажется, видно, видно. Я была вообще в шоке, я была в шоке. Как такое может быть? Ну, как такое может быть? Ой, я как всегда начала плакать. Я была в шоке. Начала просить Бога, чтобы вы помогли беречь меня. Мою беременность. Начала просить папу. Просила моего папу. Папа, прошу тебя. Помоги мне. Так тяжело. Я вам просто не могу передать. У меня сейчас такие эмоции. Я очень надеюсь, что и Бог, и и Папа меня услышит, и все будет хорошо. Папа будь мой ангел-хранитель. Очень надеюсь, очень надеюсь на хорошее. Звонила мужу. Говорю о море. После того, что я сделала тест, одна полоска была хорошая, а вторая слабенькая. Он, короче, был в шоке. Он был в шоке. Господи, слава Богу. Но говорит, что сделаем повторный тест через неделю. Вот сегодня уже 10 дней у меня задержка. Да, сегодня у меня уже 10 дней задержка. Я утром вот сделала тест. Вот он мой тест. Уже конкретно видны две полоски. Конкретно. Блин, меня трясет всего. Я переживаю. Вот они конкретные. Две полоски. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Самоганна, знаете, пиккол. Самоганна пиккол. У меня в телефоне есть одна программа. Там про беременность, кстати. Кстати, советую всем беременным. Сейчас покажу, как она называется. Спроуд, короче. Спроуд беременность. И тут прям показывают. Вот у меня, допустим, сейчас получается, что пятая неделя. Типа акушерская, как они считают. И вот сразу показывают тебе ребеночка, как он выглядит. И все пишут, короче, шо, как развивается. Ну, короче, все. Вот это вообще классно. И тут можно увидеть, короче, календарь, короче, вот беременности. И когда было зачатие. И вот у меня пишут, что зачатие, короче, произошло с 3 по 10 марта. Как раз это период, когда Амор мне подарил духи от Giorgio Armani. Те Си. Помните, я показывала, что мой подарок на 8 марта Си от Giorgio Armani. Это как раз, читайте, с 3 по 10 марта. Как раз это период, когда Амор мне подарил духи. И Леночка, наверное, была довольна. Леночка была довольна. И вот оно случилось. Вы знаете, я сейчас снимаю это видео, но я без понятия. Будет оно у меня, выложу я его. Дай Бог, чтобы было все нормально, я его выложу. Очень переживаю, очень переживаю. Живот что-то болит. Очень переживаю. Я сегодня уже как сделала повторный тест и увидела, что отличные две полоски. Сказала Амор, чтобы он позвонил уже врачу. Хочу записаться к гинекологу. Хочу пораньше записаться. Не ждать, как в прошлый раз. Все говорят, там, учет нужно вставать восьмой, десятой неделе. И нифига, у меня сейчас как по подсчетам шестая неделя. Акушерская шестая неделя. И я хочу уже пойти к гинекологу. Я хочу убедиться, что у меня хорошая беременность. Не в маточной. Я так не переживаю. Поэтому я решила, если дай Бог все будет хорошо, буду снимать видео по месяцам беременности. С первого по девятый. Поэтому это будет первый месяц. А потом уже видео второго месяца сниму уже, как я была у врача. И надеюсь, будут хорошие новости. И будет видео второго, третьего, четвертого, пятого и до девятого месяца. Я очень надеюсь, что будет. Будут эти видео, они выйдут. Я очень надеюсь. Очень надеюсь, очень надеюсь. И знаете, так хочется со всеми уже поделиться. Вообще так хочется со всеми поделиться, рассказать. Но нет, я не хочу. Потому что я говорю, что я переживаю. Я хочу хотя бы подождать. Ну, хотя бы увидеть, что беременность нормальная. Чтобы не было, блин, внематочной. То есть даже не хочу думать. Хотя я в голову лезу. Только плохие мысли, блин. И я говорю, что знает только моя мамочка, муж и Алинка. Подружка моя. С Алинкой целыми дня мы созваниваемся. Алинка, Алинка. Ой, блин. И, короче. И счастье переполняет. И страх меня переполняет. И эмоции такие, что... Я просто не могу передать. Страх такой. Ёбарас это. Пережить этот первый триместр. Самый страшный первый триместр. Пережить. Тест Леночка ставит на память. Уже как схожу к врачу и увижу, что все хорошо. Уже дам знать самым моим родным, близким. Я знаю, что все желают нам счастья. Только всего хорошего. Поэтому я не могу скрывать. Хотя говорят, что не очень хорошо типа скрывать беременность. Если тебя спрашивают, если ты беременна, мне не хорошо говорить, что ты не беременна. Ну, сейчас пока я говорю, хочу подождать. Хотя уже на следующей неделе, если пойду к врачу, уже буду знать. Если все хорошо, благополучно, всем дам знать. Уже хочется походить присматривать шмоточки, тёпики. Мы с Амур, когда в воскресенье были в ОВС, ходили так, тоже зашли в детский отдел. Там такие иденки, такие маленькие для лялечки. Такие классные у меня зоечки, шорчики, мальчики. Ой, как классненько. Лялечка у меня будет самая хорошая, самая-самая-самая любимая у меня ляля будет. Мальчик или девочка, не важно, главное, чтобы был здоровенький у нас. Страшно. Я уже подсчитала и роды у меня в ноябре, когда будут. И домой, если будем ехать на Пасху, уже думаю, так будет тёпленько. Лялька у меня будет такой красивенький, в комбинезончике, там шортик, как будто тепло. Пойдем домой в апреле на Пасху. Блин, Ляночка мечтает. Надеюсь, всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Уса. Уса. Всё будет хорошо. Ребятки, всех целую. Очень надеюсь, что вы смотрите это видео. Поддержите Леночку. Очень, 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 очень. Всем пока. И ждём следующего видео. Второго месяца у Леночкиной беременности. Очень надеюсь, очень надеюсь, что она будет. Всех целую. Всем добра. И пусть все мечты сбываются. И верьте. Верьте. Несмотря ни на что. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok